День России – праздник, объединяющий всех жителей нашей Родины. Россия всегда славилась своими талантами, трудолюбием и гостеприимством. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. В Ленинском городском округе они традиционно начинаются с легкоатлетического забега. Небольшая разминка и в дорогу. Более 300 жителей муниципалитета, среди которых сторонники партии «Единая Россия» и представители «Молодой гвардии» пробежали от Видновского ЗАГСа до стадиона «Металлург». На финише каждого участника ожидала награда в виде медали и воздушных шаров в цвет государственного флага. Это очень важное мероприятие на сегодняшний день. Такое, как сегодняшнее праздничное мероприятие такого уровня района, оно объединяет всех спортсменов, всех, кто неравнодушен, всех россиян, всех наших жителей. Особенно такую активную часть жителей, которая занимается спортом. Лето на дворе, солнце светит, замечательно, а чего бы и нет. Пробежались, получили медали. Ну, просто кайф. Получаю, я тебе все время буду приходить просто каждый раз. Жаль, что они не шоколадные. Я вообще тренер йоги и пилатеса, но бегаю первый раз. У меня первый мой забег и такой опыт. Вообще просто бежала счастливая, не закрывая рта. Так классно. Наверное, я продолжу. Елена Черкова в забеге участвует каждый год. Праздник совпадает с ее днем рождения. Приходит сюда всей семьей. С малых лет приучает сына к спорту. Я думаю, что я вполне достаточно быстро прибежал. Я считаю, это очень хороший результат для 13-летнего ребенка. Но надо двигаться, развиваться и прибегать быстрее. Чуть позже уже в Центральном парке отдыха города Видное началась развлекательная программа для детей и взрослых. Несколько зон с мастер-классами. Сегодня у нас кукла «Россияночка» называется. Подготовка была к этой кукле. Мы делали заготовки вот эти, да, заранее. А теперь детишкам их нужно собрать. Это без иголок, просто с использованием ткани и ниточек. То есть достаточно легко, да? Ну, относительно. Завязывать только детишкам тяжеловато. А так справляются. Аквагримом. Я выбрала фламинго розового. Это, во-первых, розовый мой любимый цвет. И больше не понимаю, почему я не знаю. Он мне больше всех понравился. Здесь же прошла выставка животных «Хочу домой», где каждый желающий мог забрать приглянувшегося питомца и дать возможность кошечке или собачке обрести семью. На сцене парка выступал веселый клоун и местные творческие коллективы с танцевальными и песенными номерами. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. На правый трудный бой, на левом мир пустой. Но мы с самим собой, и все будет хорошо. Это замечательный праздник. Он нужен. Такие праздники нужны нашей стране. И он должен быть. Эти праздники очень веселые. Да. Я знаю одну песню по России. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. День России, он большое значение имеет для нашей России в настоящее время. Мы очень любим его. С внуками пришли, с женой. Всем нам очень понравилось, хорошо организовано. Мы отдохнули в парке. Ну, сейчас послушаем с удовольствием этот концерт. На этом праздничная программа «Видном» не закончилась. Гуляния продолжились до вечера. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. «Видно этого». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова